Даже если рядом нет экипажа ДПС или видеокамера, нарушителям не уйти от ответственности. На московских улицах теперь дежурят скрытые патрули. Их машины ничем не выделяются в общем потоке, так что лихач или любитель выехать на встречную не обратит на них никакого внимания. Только за минувшие сутки инспекторам удалось выявить более 400 нарушений правил дорожного движения. О работе скрытым методом Татьяна Матвеева. Они курсируют в автомобильном потоке на машине без опознавательных знаков. И оставаясь незамеченными, выявляют нарушителей правил дорожного движения. Информацию тут же передают на ближайший пост ГИБДД. Опель, опель, чёрный, спускается с эстакады, с последней, подходит к вам, цифровой. 624 идёт левой полосой. Лишь оказавшись внутри машины, можно понять, что это сотрудники полиции. Скрытый патруль на московских дорогах меньше недели. Механизм своей работы отрабатывают по ходу пьесы. Но в целом придерживаются тактики преследования. Введём машинку до тех пор, пока не остановят, чтобы передавать, в какой полосе именно он следует. Этот рейд группа тайного патрулирования проводит по Ярославскому шоссе. В поле зрения сотрудников тут же попадают машины с заклеенными номерами и тонировкой. Тонированный идёт пока в левом ряду. Проходит Ярославка 28. Водитель, который едет за рулём этой чёрной Хонды, даже не подозревает, что за ним следят. Уже через несколько минут на посту его останавливает сотрудник дорожной автоинспекции, получивший точные координаты нарушителя. Мы сейчас померим ваши стёкла и узнаем, сколько процентов соответствует данному регламенту. Теперь штрафов в 500 рублей точно не избежать. Молодого человека такой поворот событий не испугал. О скрытых патрулях уже слышал. Много нарушителей, которые, допустим, не видят в далека, да, стоит вход в ГАИ или нет. Они нарушают. А так будут знать и меньше нарушений будет. Ну, готовы к таким остановкам стать? Конечно. Я считаю, да, нужно. Сейчас скрытый патруль не имеет права останавливать и привлекать к ответственности нарушителя. Их машины пока не оборудованы видеокамерами. Но это дело времени. После оснащения автоинспекторы смогут фиксировать всё, что происходит на дорогах. И впоследствии по этим записям оформлять протокол нарушения. Татьяна Матвеева, Сергей Катенко, Вести, Москва.